добрый день дорогие друзья шавуатов хорошей недели мы продолжаем изучение дельной главы на со сегодня поговорим о назире человек понимает что ему надо стать назиром чтобы очиститься осветиться этот раздел о назире помещен после того как мы узнали о соте о жене подозреваемой в измене как это происходит обычно происходит это когда люди выпьют лишнего алкоголя и потом нравится ему запретной связи и он так себя ведет и вот теперь назир чтобы не поддаться на такое искушение вот он решает воздержаться на месяц от изделий из винограда это вино это может быть любой крепкий напиток а ягда допустим бренди отказывается и все и он не ест ничего что связь виноградов даже косточки не кожицу ничего вот такого удовольствия себя лишает на месяц кроме того тура говорит он не может участвовать похоронах прикасаться к мертвому это время ну и не может волосы свои стричь в этот месяц он становится на очень высокий уровень он не может даже хранить ближайших родственников ну как первосвященник страны становится он не может зайти на кладбище не может кого-то похоронить не может пить некие изделия из винограда которые первосвященнику не запрещены первосвященник имеет право употреблять не рабочее время пожалуйста может есть и пить изделия из винограда никаких проблем в этом нет а он даже становится выше вот такой у него месяц он освящается в это время хорошо учить тору то есть очень хорошее служение всевышнего он ведет и после того как прошел этот месяц он обязан состричь свои волосы там специально расписано какие жертвы он приносит и бросает он эти волосы в огонь и жертву приносит и все сожжение и жертву грехочистительную приносит и мирную жертву в чем целая работа с ним идет и тогда он становится очень очищенный в общем хорошее дело сделает но написано если внезапно кто-нибудь умрет при нем и он невольно становится прикоснувшись к мертвому то и находился в доме где умер кто-то то он заново должен выполнить все это то есть дни которые у него были до этого пропадает и он снова на месяц должен взять и себе обед и снова стать назиром вот так так это работает и это обед а всевышний не хочет чтобы мы давали обеты но если ты уже его берешь то конечно надо все выполнять вот так потому что если дает обед ну как он может значит выполнит он его или нет точно это действительно непросто поэтому мы должны все что делать говорится без обеда блин не дар мы говорим вот так вот и хотя бы сказать постараюсь но сто процентов скажешь уверенно это сделаю нет интересный пример есть у нас с рабе шимона бен шартахом знаменитым мудрецом к нему пришли 300 людей сказали что мы хотим выдержать обед на зарейство но у нас нет денег чтобы купить жертвы которые требуется принеси после того как это все совершено рабе шимон бен шатах был величайшим мудрецом он долго думал и сумел с помощью знаний торы отменить обед этот который они дали у 150 человек но 150 человек он не знал как отменить обед и он решил взять денег у царя на я они были родственниками рабе шимон бен шатах пришел к царю я на ю и сказал что вот люди хотят снять обед и нужна то большая огромная сумма денег для этого чтобы купить им всем жертвы я уже со своей стороны половину этого сделал ты дай половину денег вторую рабе шимон бен шатах так объяснил царю я на ю и выдал сумму которую просил рабе шимон бен шатах и все хорошо все сработало все выполнено после этого царю я на ю доложили что рабе шимон бен шатах не потратил на этих людей ни копей ничего не потратил ни гроша царь я на ю очень огорчился как это может такое быть чтобы он меня обманул и рабе шимон бен шатах понял что надо бежать и он убежал а он был женат на сестре рабе шимона бен шатаха что он всего называли эту женщину в общем найти его не могли после этого должны к нему приехать были много знатных особ из других стран царю я на ю но они когда приехали они говорят а где тот мудрец который здесь сидел у тебя за столом и отвечал на все наши вопросы приведи его сюда но он попросил свою жену говорит что позови его она говорит что надо так что ты пообещал что ты ничего ему не сделаешь чтобы он не пострадал он говорит я обещаю нет дай свой перстень сними с руки чтобы он поверил тебе и тогда он придет почему он снял перстень она передала перстень рабе шимону бен шатаху рабе шимон бен шатах явился и выполнил все что царь просил отвечал на вопросы всех этих людей то есть все хорошо после этого всего приема он говорит ты почему меня обманул царь юная говорит рабе шимону бен шатаху он говорит я ничем тебя не обманывал говорит как это так ты взял мои деньги и купил жертвы этим людям чтобы снять с них потом назерут а сказал мне что ты уплатил говорит да оплата бывает разная я уплатил своими знаниями торы это тоже следство и я снял с помощью этих средств половину вот этих обетов а ты дал вторую половину у тебя есть финансовая сторона еще когда они пообщались так рабе шимон бен шатах остался целый невредим выполнил то что положено и царь я най на него уже не гневался ну наш мудрец это говорит о том что всевышний недоволен тем что люди берут на себя обеты которые фактически не всегда могут выполнить вот так вот и мы должны это хорошо знать что если мы хотим сказать что то мы должны обязательно сказать что мы даем обещание без обета вот так у царя я на было около двух тысяч провинций но всевышний всех уничтожил только из-за того что люди эти давали обеты он говорит допустим я завтра буду точно в таком то месте даже если выполняли все равно это было неправильно в глазах всевышнего и он поэтому уничтожил эти две тысячи провинций потому что человек обет дать не может только всесильный может что то сказать что сто процентов сбудется а человек нет никаких клятв Всевышний просит не давать никаких обетов не давать вот так а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид Берт Абад Исраиль Клара бен Сергей Павел Бен Памяти Павел Дефим Яков бен Нахум Владир бен Григорий За здоровье Светлана бен Клара Шолом Йона бен Цара Шимон бен Исхак Инна бен Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бен Ривка Игорь бен Кира Полина Пера бен Соня Сура Лена бен Клара Давид бен Стела Женя бен Ида Рахель бен Лилия Анна бен Елена Стейла бен Тейла Ефим бен Эстер Инна бен Дора Двойра бен Мирям Стейслав бен Рахель Мойша бен Ева Ирина бен Двойра Йосиф бен Раиса Инесса бен Мэйль Евгений бен Берт Ита Фира бен Анна Геннадий бен Елена Елена бен Инесса Ольга бен Светлана Йосиф Дан бен Цара Таня бен Фрида Ида бен Рива Вадим бен Натьяна Юлия бен Белла Яков Йосиф бен Рахель Шимон бен Мира Фейга бен Берта Ася Батгода Марк Бен Нина Ира Батвера Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бацара Ида Минхая Авива Фим Бен Соне Майя Батфаина Алексей Бен Ольга Гая Бацари Масла Лосас Гула Ирина Батури Арона Ребен Риз За хороший дух Арона Ребен Двойра Дизь Бен Нахум Галя Бацара Хана Батаврагам Рафаэль Эрилен Бен Лариса Галя Батгидалия Парасай Брюк Владимир Бен Рая Анна Баталександра Марина Батрая Борис Вен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Легу Марченко Всем браха Проноса Каванам мазал то, что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть срочно закончится страшная война И до следующих встреч Надеюсь, состоится завтра в 15 часов Шалом